привет друзья с вами санек канал циклон h04 находимся мы на территории на одной секции завода гравитон со мной артур канал hcv ребята подписываемся это задняя секция завода гравитон мы сейчас туда пройдем покажем вам что там находится что сохранилось что было уже разворована разрушена а вот перед ним сейчас для строительства на заводе вокзала и вывозят разные стройматериал отходы мусор и всякие технические части документации с бывшего завода вот к вашему вниманию пленка магнитная сейчас я покажу вот такая катушка на ней намотана магнитная лента написано тип 430 6250 bp и мадеин gdr германия вот такая вот магнитная лента то есть это изменение информации скорее всего каких-то экспериментов технических данных которые потом записывались на микросхемы памяти также здесь вот есть секции вот это вот так она выглядит сверху крышка сюда складывались кремниевые пластины круглые как сиди диск только по размеру чуть меньше скремни вот на этих пластинах выращивали кристаллы которые потом нарезались и из них делались микросхемы то есть сама схема прямо в определенных таких станках печах выращивалась на этом кремне ну что друзья одним словом нам предстоит еще путь в это здание вот ну и самое интересное конечно все это вам расскажем и покажем и так приближаемся приближаемся к этому зданию много битого бетона на пути практически ничего не осталось от этого корпуса вот он присутствует даже строительный мусор который очевидно уже люди просто начали вывозить сюда нашли друзья интересный объект такой вот запущенный ангарчик либо просто для кого-то гараж называйте как хотите все здесь полу разрушена да точнее сказать все разрушено ничего не осталось опять же остатки обшивок каких-то емкостей но этого вам подобно здесь очевидно было операционная комната наша задача друзья здесь найти хоть какую-то информацию или хоть что-то живое из механизмов и всего остального что тут было до нас но очевидно разбитых розеток и выключателей и тому подобного мы здесь ничего не увидим ну что ж двигаемся дальше вот ценят подошел свой мощный фонарик она свои оставил в машине спускаться не собирались вот кстати посвятил на стенку на право вот советский ремонтик вот этот мульнике посвятив туннель вот ребята шахты мы сейчас будем обходить давай я вот так вот выделим за нашли интересную вещь вот такие вот индикаторы пиаш очень много их разбросано производство еще очевидно я думаю что производство гдр тогдашнего вот явное помещение которое говорит нам о том что здесь имела место не просто сырость скорее всего здесь имели дело с реактивами вот такая вот инструкция номеронабиратель кнопочный это скорее всего определитель номера если я не ошибаюсь но вообще указания ладно вот нашли вот такие вот номеронабиратель и очевидно что здесь их делали давайте друзья подойдем к вот этой капающей струе друзья вода не жалеет ничего и со временем это маленькая страя воды содрала в этом помещении плитку и потихоньку разрушает стену не очень хочется поэтому мерзко даже находить друзья интересный артефакт катушечка катушечка на которой еще есть какая-то нить думаю не термированная какие-то корпуса от реактивов до что мало немаловажно тут на полу на самом деле это кафель плитка то есть помещение вообще стерильная было у меня складывается ощущение друзья что все коробки которые здесь есть особенно вот такие вот артефакты как вот этот были притащены сюда вот такой друзья интересный объект часть вентиляционной шахты выполненная из пластика интересное здесь даже есть мокровое окошко и прорезинено прорезинено все какими-то разными ответвлениями хотя друзья может я и ошибаюсь очевидно что в этой трубе могли перегонять даже жидкости так как наблюдается уплотнитель довольно жесткий уплотнитель ну и на связках вот такая вот вещица ну что ж идем дальше воздух тут конечно поганый друзья пахнет неизвестно чем я подхожу опять же наблюдаем остатки вентиляционной шахты очень много пластиковых труб вот очевидно здесь хранились какие-то реактивы но все та же химия краники все сделано из пластика трубы пластиковые соответственно да и вот можно убедиться даже вот такая вот стеклянная труба вот такая ее фрагмент и баночки баночки с неизвестным содержимым в виде соды ну что ж надо отсюда выбираться вот такая вот камера с одной стороны отверстия мрачная вещь ну и вот опять же бочки с неизвестным бочки с неизвестным прошлым везде вода опять же такая же труба которая убивает эту стену ну что ж тут уже ничего нет абсолютно голые пластиковые трубы остатки освещения ну что ж тут уже ничего нет хотя вот сохранился еще один фонарь в общем уходим друзья отсюда об деревне в общем уходим это просто ну вот и